Парк общественного транспорта Советского района пополнился автобусами. Сегодня в городе на пассажирские маршруты. Вместо привычных маршруток выехала новая техника. Насколько она комфортна для пассажиров и водителей, узнала моя коллега Екатерина Ли. Этот автобус один из трех, которые сегодня вышли на рейсовые маршруты в Советском. Это первое масштабное обновление городского автопарка автомобилями среднего класса за последние несколько лет. Первыми машины отечественного производства оценили водители. Наша машина, я думаю, лучше, чем иномарки. Иномарка надо стоять в очереди, ждать, пока доставят. А это позвонили, и запчасти все будут на месте. Претензий нет к машине, ничего, все нормально. Машина подтянута, все отлично. Такую бы технику можно свободно работать, спокойно. Автобусы были закуплены у официального дилера в Тюмени. Маршрут составил из города Тюмени 1100 километров. Автобусы доехали без всяких замечаний. Вчера провели техосмотр, претензий никаких не было обнаружено. Были аптечки, огнетушители, противоткатные устройства. Сегодня утром преимущество новых автобусов уже оценили первые пассажиры, которые, к слову сказать, очень рады обновлению автопарка. Даже несмотря на то, что стоимость проезда поднялась с 35 до 40 рублей. Нормально, хорошо. Лучше, чем те. Отлично. Очень хорошо. Просторно. Хорошо подниматься. Инвалидам. Сейчас перевозкой в Советском будет заниматься пионерский межшкольный учебный комбинат. А решение о замене автопарка обусловлено введением в Югре стандарта безопасных перевозок, который включает в себя доступность и комфорт для пассажиров. Это большее количество посадочных мест и, соответственно, качество транспортного обслуживания населения. Есть с чем возник вопрос смены подвижного состава и организация транспортного обслуживания населения уже в соответствии с принятым по тематическому автономному округе стандартом. В будущем все автобусы будут дооснащаться. По словам специалистов администрации Советского района, в них установят видеонаблюдения и терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Екатерина Ли, Владимир Борчин, телеканал «Первый Советский».